Да, все отлично, все слышно вас, Александр Иванович. Казахстанан, Кайнар Салян, очень рада быть с вами снова на связи. Да, сегодня хотела бы про приложение рассказать, но сначала небольшую предысторию. Сегодня с корабля к вам на бал проводила мероприятие «Большое в Доме Дружбы», посвященное дню рождения Габдулы Тукая, 136-летию, где мы подводили итоги нашего республиканского онлайн-конкурса чечецов. Со всего Казахстана поступило 37 конкурсных видео, и два видео с Татарстана даже нам прислали. Мы им не стали отказывать, все-таки, как бы, это же участники тоже, и как бы статус международного конкурса нас принял. И радует, что большинство работ было на татарском языке, то есть порядка 70%, и не было возрастных ограничений. Самому младшему участнику было 4 года, самой старшей Абики было 88 лет из города Ак-Петербурга. Машала. Да, и вот сегодня раздали кубки, грамоты. Мы еще раз рассказали про биографию Габдулы Тукая. Люди сидели со слезами на глазах, потому что многие пришли впервые к нам на мероприятие. Кто-то не знал о том, что у нас есть такой поэт даже. И вот действительно, когда они услышали некоторые моменты из его жизни, которые он прожил в течение 27 лет, они действительно, вот, глаза были на мокром месте у многих. И сейчас вот уже конкретно хотела бы перейти к нашему приложению. Буквально 2 года назад ко мне обратился мой друг Алмаз Топеев. Он со своим братом-программистом создали приложение на казахском языке для детей, потому что в Казахстане таких приложений не было на Play Market. Видите, именно детского приложения в игровом формате, в легкой форме. Затем у них вышли приложения на узбекском, русском, кыргызском, ингушском и башкирском языках. И вот потом дело дошло до нас, татар. Они попросили сделать перевод слов и озвучку приложения. Сейчас я перейду к демонстрации экрана. У нас в прошлом году прошла первая презентация этого приложения в полномочном представительстве Республики Татарстан. У Дениса Ремзильевича мы были на приеме. Так, сейчас увеличим. Всем видно, да? Все хорошо, все видно, да. Это как мы смеем полагать на тот момент, вот в 2020 году, когда мы только его запускали, это было первое приложение на татарском языке. Я сейчас уже заглянула в Play Market, есть еще учим татарский сакбуре, но немножко он, конечно, отличается от нашего приложения тем, что в том приложении есть слова на русском языке, наше же приложение чисто на татарском языке. И у некоторых людей возникали вопросы, каким образом трехгодовалый ребенок будет изучать татарский язык, не понимая то, что там говорится. Но проведя фокус-группы и даже на своих детях, два с половиной года мой сын включил приложение и начал автоматически за моим голосом повторять и смотреть картинки и играть в эти игры, которые есть в этом приложении. Само приложение, получается, у нас состоит из 14 тематических классификаторов слов. Это вот базовые слова, которые необходимы для изучения языка с нуля именно для детей. Части тела, животные, птицы, морские обитатели, фрукты, овощи, природа, планеты, дом, игрушки, разное там есть тоже транспорт, цифры, цвета и фигуры. Данные, получается, понятия, они развивают речи, кругозор ребенка именно с базового, нулевого знания языка. И красочные рисунки, они помогают им визуализировать и запоминать, повторяя мы слова. Тут вот и как раз-таки был ответ на вопрос взрослых, каким образом ребенок будет понимать, что за слово он говорит. Сейчас дальше покажу. Кроме того, у нас помимо классификатора слов... Переключаются, да, слайды? Все нормально? Помимо классификатора слов у нас есть еще 4 игры. Так, вот это понятие сузляр, где слова «игра, собери картинку», пазл, «игра цвета», «найди пару» и «игра, соедини звездочки», то есть в игровой легкой форме. Опять же, два с половиной года ребенок, он очень легко заходил на эти игры и повторял слова за голосом ведущего. Озвучку я делала сама. Это данное приложение IQ.tadbars разрабатывалось на платформах Android и iOS и с использованием определенного 3D-разработки и применением 2D и 3D-анимационной графики объектов. Так, вся графика была сделана с нуля художником, и студийные аудиозаписи обрабатывались в программе Q-Base. Так, данное приложение можно скачать в App Store и на Play Market. Главное, правильно забить IQ.tadbars, потому что, когда забиваете IQ, там появляются вот эти приложения, которые вышли и на казахском, и на кыргызском, но там можно по флагу определить. Вот, допустим, тут флаг Татарстана указан, поэтому понятно, что это приложение на татарском языке. Это было... А? А можете слайды переключить, потому что мы видим только начальный слайд? А вот почему-то, смотрите, в прошлый раз тоже так же и было. Сейчас я попробую тогда по одному слайду вам открывать. В прошлый раз почему-то... Так вам легко? А, так видно. Тогда я не буду увеличивать на экран. Оставлю вот так, чтобы было видно. Вот здесь вот то, что классификаторы 14, это именно по понятиям. Затем вот эти игры показаны. Цвета, собери пару, соедини звездочки, пазлы. И вот то, что вот, каким образом можно приложение скачать с Play Market и App Store. Там сейчас находится еще первая базовая версия, и вот мы 21-22 год работаем над обновлениями. По флагу вот можно определить, что именно это наше приложение на татарском языке. Таким вот образом оно загружается, как только вошли. И все озвучивается. Я сейчас видео попробую воспроизвести, запись экрана сделала. На ближайший год у нас есть в планах обновить приложение, добавить в меню приложение «Татарский алфавит». Это уже для более старших детей, старшего возраста, которые уже умеют читать. Добавить новые классификаторы слов, также для расширения словарного запаса. Добавить орфографию, потому что у нас пока в приложении идет только изображение и озвучка слова. А сейчас мы хотели бы еще само понятие внизу добавить, чтобы оно высвечивалось. Так, переключила. Также несколько игр добавить. Сейчас мы их по разработке занимаемся. И добавить 3D-игру, побуждающую ребенка к физической активности. Это в виде формата квеста как бы сделать, вот как игры, когда нужно определенные уровни проходить. Получается, самим разработчиком программы является Алмаз Топеев, который вот разработал еще из других приложений. А перевод на татарский язык, озвучку я делала сама. В студии сейчас попробую включить вам запись нашего самой игры. Так видно, да? Да, видно. Сейчас, оно вот сильно не увеличивается, к сожалению. Таким вот образом идет вход в программу. Ага,. Ага,. Ага. 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 Продолжение следует... 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 у нас только на самом начале, на самом старте находится работа нашего приложения, если честно. Я думаю, что как раз благодаря нашей сегодняшней встрече Фархад Фенди, он как эксперт Питер-Татары наших медиафорумов и в целом очень много делает для нашего портала. Думаю, что вы сможете автономно списаться, созвониться и какие-то рекомендации от него услышать. Ну да, конечно, поэтому как бы и цель моего участия в этом мероприятии не просто презентовать наше приложение, хотелось бы вот именно опыт других своих коллег послушать, может, предложения какие-то будут по доработке. Отлично, да, потому что здесь всегда нужно смотреть по поводу ну как бы не замыкания, да, только Казахстан, только Россия, безусловно, международное сообщество и тем более опять же Всемирный Конгресс, Татар, Всемирный, здесь нам в помощь. Ну что ж, мы благодарим Аделью Тухбатову за такое интересное, получается, путешествие и в детство, потому что когда еще и педагоги и медийные личности участвуют в таких проектах, и все начинается, как говорится, с воспитания, с детей, это огромный-огромный вклад вы сделали уже в нашу, собственно, да, вот эту вот, будем говорить, ситуацию по татарскому языку, и дай бог, чтобы дальше у вас были союзники, спонсоры, и все это только развивалось. Аминь. Итак, с нами была Аделья Тухбатов, руководитель представительства телерадиокомпании Новый Век в Республике Казахстан, председатель клуба журналистов Ассамблей народа Казахстана в городе Нур-Султан,